Речь идет о коммерческих сделках Еврокомиссии с ведущими западными фармацевтическими компаниями, в том числе американскими Pfizer, которые разработали одну из вакцин от COVID-19. Его доходы, напомню, резко возросли. Еврокомиссия потратила 71 миллиард евро для закупки 6,5 миллиардов доз препаратов. В декабре 2023 года страны Евросоюза уничтожили по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 стоимостью 4 миллиарда евро из-за многоточия, восклицательный знак, фанфары, ненадобности. Ненужные вакцины оказались на свалках по всему континенту, а попытки передать излишки третьим странам стали затруднительными из-за падения спроса и проблем с логистикой, как было сказано. О чем это говорит? Да о том, что никто никогда не проверит, сколько доз этой самой вакцины от COVID-19, которая была поставлена Pfizer за беснословные деньги и пролоббирована Урсулой фон дер Ляйен, будет утилизирована на свалках, никто не сможет посчитать. Никто никогда не узнает, сколько было закуплено, потому что сейчас это все будет списано, как уничтоженное. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывала непосредственное влияние на переговорный процесс с целью закупки практически 2 миллиардов доз вакцин для нужд, как она формулировала, Европейского Союза. Условия самого крупного из заключенных Еврокомиссии контрактов согласовывались Урсулой фон дер Ляйен с главой американской компании Pfizer Альбертом Бурлой лично по СМС без свидетелей. Вот вам демократия. Нормально? Сидят два человека на двух разных континентах, представляющие, кстати говоря, разные народы, и не спрашивая людей, так, по СМСке задают вопрос, на сколько, на миллиардов 70 возьмете у нас этих самых препаратов из другого континента, да, нормально, возьмем, можно даже чуть побольше, можно и на 71 миллиардов евро. Урсула, присылайте, оттуда другая СМСка, вы точно все сможете, так сказать, объяснить своим людям? А там ответ от Урсула фон дер Ляйен, да, кто людей будет спрашивать? Просто когда придут проверять, соответствует это все параметрам или нет, ну и просто все это и утилизируют. Я думаю, Файзер наверняка написал, а точно получится? Что ему сказала Урсула, я-я, присылайте. Я отправила перевод. Мне просто интересно, переводы 71 миллиарда евро тоже шли по телефону? Скинь говорит, Урсула мне 71 миллиард на телефон евро. Это просто фантасмагорическая история про то, как в одну и ту же секунду времени, если мы берем исторический масштаб, происходит учение демократическим процессам, в которых принимают те, кто вот так вот обманывает своих собственных граждан, заключая чудовищные сделки, абсолютно непрозрачные, которые потом буквально прячут как концы в воду для того, чтобы уйти от какой-либо ответственности перед своим народом или народами, как в случае с Урсулой фон дер Ляйен.